Всем привет! Это тайм-аут с Максимом Исаенко, еженедельный дайджест спортивных новостей. И сейчас я вам по традиции расскажу, чем же в этот раз запомнится уходящая неделя в плане спорта в Полевском и для Полевчан. Итак, поехали! Северский Трубник в заключительном матче чемпионата Свердловской области по футболу сыграл в ничью. Матч против команды Малахит из Азбеста, проходивший на стадионе Трут, завершился со счетом 0-0. Примечательно, что с самого начала гости играли в меньшинстве, а у хозяев поля удаление произошло в самом конце первого тайма. За разговоры с арбитром красную карточку получил Владимир Таргашев. Во втором тайме команды также не сумели отличиться и матч закончился с закономерными нулями в графе «Забитые мячи». По итогам сезона Полевская команда финишировала на восьмой строчке в турнирной таблице. С пятницы по воскресенье в Полевском проводились игры первого тура нового сезона Уральской детской баскетбольной лиги среди команд юношей 2012 года рождения. В этот раз в самых массовых детских баскетбольных соревнованиях региона принимает участие 24 коллектива, в том числе и два из Полевского. В группе «А» выступала первая сборная ФСК СТЗ. Юные полевские баскетболисты начали турнир уверенно, в первый день одержав две победы, обыграв «Калий Баскет» из Пермского края и спортивную школу имени Канделя из Екатеринбурга. Второй игровой день сложился для полевской команды менее успешно. Сначала они уступили Екатеринбургскому коллективу «Уралмаш Кидз», а затем в упорнейшей борьбе в самом нерезультативном матче Уральской детской баскетбольной лиги со счетом 13-14 проиграли спортивной школе «Аверс» из Сургута. В третий игровой день первая сборная ФСК СТЗ уверенно разобралась со спортивной школой Олимпийского резерва номер 8 из Челябинска. Таким образом, закончив первый тур на третьем месте в группе А, пропустив вперед «Калий Баскет» и «Уралмаш Кидз». В Ижевске прошли игры открытого межрегионального баскетбольного турнира «Кубок Феникса» среди команд девушек 2012 года рождения. В группе А1 выступала полевская команда ФСК СТЗ. Наши девчонки уступили лишь в стартовом матче команде «Кошки» спортивной школы Олимпийского резерва номер 8 Челябинска, которая в итоге заняла первое место в группе. Затем полевчанки уверенно обыграли соперниц из Самары, Ижевска, Отрадного и Верхней Пышмы, заняв в итоге второе место в своей группе. Лучшим тяжелым форвардом турнира признана полевчанка Дарья Шагапова. А лучшим игроком команды ФСК стала Вероника Вязова. Полуфинал пройдет уже в январе следующего года в городе Иваново. В Центре физкультурно-спортивных мероприятий прошло первенство полевского по тайскому боксу. В традиционных соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из разных городов Свердловской области. В честь нашего города отстаивали бойцы четырех клубов – спортивные школы, спортивных клубов в тайки к восьмой школе, Лион и Подвижник. Наши спортсмены показали достойный результат, завоевав 7 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых медалей. На этом пока все. Подписывайтесь на канал Держатель Микрофона в Ютубе, Яндекс.Дзене и во всех социальных сетях. Не забывайте в своей жизни делать тайм-аут для спорта. С вами был Максим Исаенко. Увидимся через неделю.